Первое послание к Коринфянам, святого апостола Павла. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то, как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых, если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Постараемся делать все, что требуется с нашей стороны, чтобы явиться нам достойными даров Божиих. Он ожидает от нас повода, чтобы показать великую свою щедродательность. Не лишим же сами себя полености даров Его, но поспешим и поревнуем сделать начало и вступить на путь добродетели, чтобы, получив высшую помощь, могли мы достигнуть и конца. С помощью высшей силы мы не можем сделать ничего доброго. Итак, взявшись за надежду на Него, как бы за якорь верный и твердый, будем держаться за Него и не станем смотреть на труд добродетели, но размышлять о награде за труд и таким образом все переносить благодушно. И купец, когда оставит пристань и выйдет в открытое море, не думает только о морских разбойниках и кораблекрушениях, морских чудовищах и напоре ветров, о непрерывных бурях и несчастных случаях, но и о выгодах, предстоящих после этих опасностей, и, питаясь надеждою, благодушно переносит все встречающиеся неприятности, только чтобы получить больше денег и с ними возвратиться домой. И земледелец также не думает только о трудах при обработке земли, о сильных дождях и бесплодии земли, о нападении изгары и об опустошении от саранчи, но представляет в уме своем и гумно, и снопы хлебные, и потому благодушно переносит все, от надежды на прибыль, не чувствуя тягости трудов. И хотя успех неизвестен, однако он, утешаясь приятными надеждами, не отчаивается в своих трудах, но делает со своей стороны все, что надобно, в ожидании получить награду за свои труды. Опять и воин, вооружаясь в доспехи свои и готовясь идти на войну, не думает только о ранах, поражениях, нападениях врагов и о других бедствиях войны, но воображает себе победу и трофеи и таким образом облекается во всеоружие. Хотя исход войны и неизвестен, однако он, отринув всякую мысль об этом и живописуя себе приятные надежды, отлагает всякую робость и, взяв оружие, устремляется против неприятельского ополчения. Если же возлюбленные и купец, и земледелец, и воин, несмотря ни на неверность успеха, ни на большую вероятность неудачи, ни на множество различных, как вы слышали, препятствий, не отчаиваются и не оставляют трудов, утешаясь надеждою, то мы как оправдаемся в том, что не брежем о добродетели и не подъемлем с охотою всякий труд ради нее, тогда как у нас надежда, несомненно, обещано нам столько благ, и награда бесконечно превышает все труды наши. Послушай блаженного Павла, что он говорит после столь многих и тяжких скорбей, нападений, уз и ежедневных смертей. Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Хотя бы мы, говорит, каждый день предавали себя на смерть, чего, впрочем, природа не приемлет, хотя воля, побеждающая природу по благости Господа чтится, все же и тогда наши страдания не равнялись бы тем благам, которые нас ожидают, и той славе, которая в нас откроется. Смотри, как велика слава, которую получают творящие добродетель. Она превыше всех подвигов, какие бы кто ни совершал. Пусть он достигнет самой высоты, но и тогда будет еще ниже ее. В самом деле, что может человек совершить такое, чем бы он вполне заслуживал щедродательность Господа, и если Павел, столь великий и высокий муж, говорил, нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас. Если так говорил тот, который сказывает о себе, «Я каждый день умираю, и я более всех потрудился», то что скажем мы, которые не хотим подъять и малого труда ради добродетели, но всегда ищем покоя, только и смотрим, как бы избегнуть всякой неприятности, а между тем знаем, что невозможно достигнуть тамошнего вечного покоя, если здесь не возлюбим жизнь подвижническую. В самом деле, здешние скорби располагают нас благоугождать Богу, и малые подвиги, здесь совершаемые, даруют нам великое дерзновение там, лишь бы только мы решились поступать по совету этого Учителя Вселенной, апостола Павла. Подумай, возлюбленный, то, что случается с нами здесь, хотя прискорбно, однако кратковременно, а блага, ожидающие нас там, бесконечны и вечны. Видимое, говорит апостол, временно, а невидимое – вечно. Перенесем же благодушно, временное, и не уклонимся от подвигов добродетели, чтобы насладиться вечными и неизменяемыми благами, которых досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь. Толкование на Евангелие от Матфея Стих семнадцатый «И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь». Господь удаляется от них, как от недостойных, и приходит в Вифанию, что означает «дом послушания», и таким образом переходит от непокорных к послушным ему, и водворяется у них, ибо сказано «Вселюсь в них, и буду ходить в них». Стихи восемнадцатый и двадцатый «Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!» И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили, как это тотчас засохло смоковница. Господь часто совершал чудеса и всегда на пользу всем, а ни одного чуда не сделал в наказании. Чтобы кто-нибудь не подумал, что он не может наказывать, он показывает здесь и эту силу. Впрочем, не на людях, но по человеколюбию своему на дереве, подобно как прежде всего на стаде свиней. Он иссышает дерево, чтобы вразумить иудеев. Ученики удивляются, и справедливо, это дерево гораздо сочнее других деревьев, и поэтому было особенно дюно то, что оно так скоро засохло. Смоковница означает синагогу иудейскую, которая имеет одни только листья, то есть видимую букву, но не имеет плода духовного. И всякий человек, предающийся удовольствием настоящей жизни, подобен смоковнице. Он не имеет плода духовного для алчущего Иисуса, а одни только листья, то есть временный и преходящий призрак мира сего. И он будет проклят, ибо сказано, идите от меня, проклятые, в огонь вечный. И он исохнет, ибо как будет мучиться в огне, в него засохнет язык, как у известного богача. Стихи 21-22. Иисус же сказал ему ответ, «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и горейся и скажете «Поднимись и ввергнись в море», будет, и все, чего не попросите в молитве с верою, получите». Великое-то обетование Христово ученикам переставлять и горы, если только не будем сомневаться и недоумевать, ибо все, чего не будем просить, несомненно, веруя в силу Божию, получим. Вопрос. Кто-нибудь скажет, если я буду просить чего-нибудь вредного и неразумно верую, что Господь дарует мне это, то неужели получу я это вредное, потому что прошу с верою? Ответ. Как же Бог будет, человеколюбив, если он исполнит вредное для меня прошение? Слушай, когда слышишь о вере, то думай о вере не безрассудной, но истинной, именно той, о которой говорит Господь, и о молитве той, в которой мы просим полезного, так как Господь заповедал, говоря, «И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Кроме того, обрати внимание на слова и не усомнитесь, ибо кто находится в соединении с Богом, и никогда от Него не отлучается, тот, как будет просить чего-либо вредного. Таким образом, если мы будем пребывать неразлучно с Богом, имея несомненную веру в отношении к благам, то будем получать по своему прошению полезное, ибо Господь подает благо, а не зло. Послушай же, как человек утончается, приобретает духовное и уподобляется в житии невидимым силам, которые служение свое отправляют не чувственно производимыми делами, но совершаемыми заботливостью ума. Когда ведение вознесется над земным и над попечением отдела неземного и начнет испытывать свое помышление в том, что сокрыто от отчей внутри, и некоторым образом станет пренебрегать тем, отчего бывает непотребство страстей и простреться горе, и последует вере в попечении о будущем веке и в вожделении обетованного нам и в изыскании сокровенных тайн, тогда сама вера поглощает сие ведение и обращается и рождает оно и снова, так что всецело делается оно духом. Тогда может воспалять оно на крылах в области бесплотных, касаться глубин неосязаемого моря, представляя в уме божественные чудные действия правления в естествах существ мысленных и чувственных и разыскивает духовные тайны, постигаемые умом простым и тонким. Тогда внутренние чувства пробуждаются для духовного делания по тому чину, какой будет воно и жизни бессмертия и нетления, потому что еще в здешнем, как бы в тайне, приняло мысленное воскресенье, выстинное свидетельство о всеобщем обновлении. Вот три способа ведения, с которыми сопряжено все течение человека в теле, в душе, в духе. С того времени, как начинает человек отличать зло от добра, и пока не изыдет он из мира сего, в ведении души его пребывает всех трех мерах. И полноту всякой неправды и нечестия, и полноту правды, и то, чтобы коснуться глубины всех тайн духа, производит единое ведение в сказанных трех мерах, и в нем заключено всякое движение ума, когда восходит или не сходит он в добре или в зле, или в среднем между добром и злом. Сие же меры у отцов называются естественное, противоестественное и сверхъестественное. И это суть три направления, по которым возводится и низводится пометование разумной души, когда по сказанному или по естеству делает, кто правду или превыше естества восхищается ее пометованием в созерцании Бога вне естества, или исходит пасти свиней, как расточивший богатство своей рассудительности, который работал со множеством демонов. Перечень сказанного о трех ведениях. Первая степень ведения охлаждает душу для дел шествия по Богу. Вторая согревает душу для скорого течения к тому, что на степени веры. Третья же есть упокоение отделания, что есть образ будущего. в едином упражнении ума, наслаждающиеся тайными будущего. Но как естество не может еще совершенно возвыситься над состоянием омертвения и тяготую плоти и усовершиться вонном духовном ведении, которое выше другого уклоняющегося ведения, то и ведение сие не в состоянии и послужить к совершенству, не имеющему недостатка и быть в мире мертвости и совершенно оставить естество плоти. Но пока человек живет во плоти, остается он в переходном состоянии от одного к другому. То вдруг душа его, как убогий и нищий, начинает совершать служение на второй, средней степени добродетели, какая вложена в естестве и может быть произведена при помощи естества телесного, то при времени, подобно приявшим духа сына положения, в таинстве свободы наслаждается духовную благодатью по достоинству дающего оную и снова возвращается к смирению дел своих и это суть дела, совершаемые с помощью тела. И душа сохраняет их, чтобы враг не пленил ее приманками, обретаемыми в этом лукавом веке, также смущенными и отклоненными помышлениями, потому что человек, пока заключен под завесу дверей плоти, не имеет упования, ибо в веке несовершенном нет совершенной свободы. всякое делание ведения состоит в делании и продолжительном упражнении. Делание же веры не делами производится, но исполняется духовными умопредставлениями в чисто душевном делании, и оно превыше чувств, ибо вера утонченнее ведения, как ведение утонченнее вещей чувственных. Все святые, сподобившиеся обрести житие сие, а это есть восторжение к Богу, по силе веры пребывают в усложжении он им превыше естественным житием. Веру же, разумеем, не ту, какую человек имеет в рассуждении разнствия достопоклоняемых и божественных ипостасей все превосходящего и особенного естества в самом божестве, чудного домостроительства воплощении восприятием нашего естества, хотя и сия вера крайне высока, но веру, воссеивающую в душе от света благодати, свидетельством ума, подкрепляющую сердце, чтобы не колебалось оно в несомненности надежды, далекой от всякого самомнения. И вера сия обнаруживается не в приращении слуха ушей, но в духовных очах, которые видят сокрытые в душе тайны. Невидимое и божественное богатство, сокровенное для очей сынов плоти и открываемое духом питающимся страпезы Христовой, в поучении законом Христовым, как сказал Господь, если заповеди мои соблюдете, пошлю вам утешителя, духа истин. Его же мир не может приять, и той вы научит всякой истинь. Евангелие от Иоанна, глава 14, стихи 17, 26. Он указует человеку сию святую силу, обитающую в нем во всякое время, сей покров, сию мысленную крепость, всегда покрывающую человека, отражающую от него все вредное, чтобы не приближалось это к душе или к телу его. Сию-то силу, ум светлый и духовный, невидимо ощущает очами веры. Она-то познается святыми, паче в опытном приобщении оной. Но оной силы есть сам утешитель, крепостью веры, как огнем, сжигающий душевные члены. И душа устремляется, пренебрегает всякую опасностью в надежде на Бога, на крылах веры возносится над видимую тварью и бывает всегда как бы упоенную в изумлении перед божественной попечительностью, в несложном созерцании и невидимом рассматривании божественного естества, приобучая ум быть внимательным к изучению сокровенности его, ибо пока не приедет тот, кто есть совершение таинств, и пока явно не сподобимся откровения оных, вера между Богом и святыми священно действуют неизреченные таинства, которых по благодати самого Христа и мы досподобимся здесь, как в залог, а в самой действительной истине там, во Царстве Небесном, с любящими Его. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok